Всем привет! И это новое видео, и сегодня будет вторая часть краш-тестов в Мотор Депот. В предыдущей серии мы протестировали уже половину машин, ну чуть меньше, там было 9 машин, а в этом видео будет 11. И всё это будут легковые, а потом пойдут грузовые и автобусы. Так, давайте не будем задерживать видео. Все моменты, как я буду ехать до места удара, будут ускорены, чтобы не задерживать видео, а то будет получаться очень долго. Лада разогнулась уже почти до 150 км в час, и сейчас будет удар. Так, ого, нам удалось улететь за пределы карты, то есть мы перелетели и упали в воду. Так, вот за это лайк, если ты не поставил лайк, обязательно его ставь и смотри видео до конца. Если досмотришь до конца, оно тебе не очень понравится, лайк уберёшь. Вот что произошло с Ладой. Так, вот это реально очень круто, интересно было. Это мы прошли сквозь него, но это было, конечно, реалистично. В реальном мире мы бы так же прошибли бетонный забор и улетели бы в воду. Ну, вот такая вот авария. Следующий автомобиль. Следующий автомобиль это Москвич. Так, поехали, вот такой вот Москвич белого цвета. Он постарее девятки будет, которая была перед ним. Итак, едем. Москвич едет чуть тише. Там было уже 150 километров в час, а здесь ещё нет. Так, вот так вот он врезался. Забор не прошиб бетонный, но зато помялся прилично так. Так же почти до середины капота. Вот такое вот повреждение у москвича. Ну что ж, идём к следующему автомобилю. А следующая машина это ВАЗ-2110. Такая вот десяточка. И поехали. Тоже белого цвета. И полетели. Итак, десятка. Это самая быстрая машина Мотор Депод, как я понял, уже 160 километров в час. И сейчас будет мега удар. Так, мега удар был, но повреждение не совсем реалистичное. Она повредилась для такого удара очень слабо. Её бы вмяло бы очень сильно до пассажирских седений. Но это игра на Android, это Мотор Депод, так что неудивительно. Идём к следующей машине. Следующий автомобиль это ВАЗ-2115. Пятнашка. Вот. Итак, поехали. Здесь у нас трафик нарисовался. Но мы его объедем. Так, наберём скорость. Итак, на спидометре 150 километров в час. Это тише, чем десятка. И почти точно такой же результат. Вот такая вот прочная пятнашка оказалась на 150 километров в час. А бетонные ограждения, это все повреждения. Ну, что делать? Так, давайте испытывать следующую машину. Так, следующий автомобиль это ВАЗ-2121 Нива. Так, всё стартуем. Трафик на ничем не мешается. Но отключать я его не буду. В принципе, от него вреда нет никакого. Так, едем. Так, Нива смогла разогнаться только до 140 километров в час. Но всё же это внедорожник, а не легковушка. Так, и повреждения у неё сильнее, чем у легковых машин, которые были до этого. Хотя она ехала тише. Ну, это уже более-менее лучше, чем те результаты. Хоть и урона больше у нас, то реалистичнее. Так, это была Нива. И мы переходим к следующей машине. Так, следующий автомобиль это ИЖ-2126. Так, всё, выезжаем. И погнали. Москвич набрал уже больше, чем 140 километров в час. 150 километров в час. 150 километров в час нету. Так, и он улетает тоже за пределы текстур. Сейчас я его верну. И мы посмотрим, что с ним произошло. Итак, вот что стало с москвичом. Повреждения тоже сильные. До середины капота промяло. И вот такой вот москвич стал немножко грустный. Так, идём к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это ИЖ-2117. Такой вот пирожок или кабучок, как его ещё называют. После этого автомобиля, наверное, придётся перезаходить в игру, потому что уже вечернее. Так что у нас по времени 16.11. И скорее едем. Итак, он набрал уже 130 километров в час по сравнению с другими машинами. Это у нас тихоход. И мы приближаемся к цели. Так, ну, повреждения тоже смешные для такой скорости и такого ограждения. Так вот он деформировался, наш каблучок. Так, сейчас перезайду в игру и продолжу. Так, следующий автомобиль это ГАЗ-2110, если не ошибаюсь, Волга. Итак, выезжаем. Так, Волга набрала почти 150 километров в час. И сейчас мы уже врежемся. Так, у нас сняли денег и повреждения уже. Реялись, сеченье, промяло также почти до середины. Вот как растянуло текстуры номеров. И чуть-чуть аж назад съехали в КВЕ. Так, это была одна из трех Волк. Сейчас будет вторая. Так, а дальше у нас Волга поновее. Когда я говорил, одна из трех Волк, я ошибся. Там их не три, а четыре. Так что мы это вторая. И едем к цели. Так, и по скорости это уже второй победитель. Почти 170 километров в час. Удар-бот страшный. Я вообще улетаю также за пределы забора. Воду и Волга вот так вот тонет. Так, если бы не было текстуры, я бы улетел вообще далеко. Так, Волга тоже побывала в воде. Замяла перед. И потаранила зад у Волги. Ну, вот так вот получилось. Все, пусть она там лежит дальше. А мы идем к третьей Волге. Так, и следующий автомобиль у нас. Это тоже Волга. Это предпоследний автомобиль на сегодня. После нее последняя легковая машина. И все. Едем. Итак, Волга уже летит на 170 километров в час. Уже больше, так и мы тоже улетаем за текстуры в воду. Вот так вот красиво приземлились. Так, повреждений почему-то я никаких не вижу. Но не знаю, есть смысл заново перезаписывать. Потому что так красиво перелетели. Улетели в воду. Но можно считать, что Волга просто утонула. Так, и идем к последней машине на сегодня. Так, и последняя автомобиль на сегодня. Это тоже такая вот Волга. Газ. И погнали. Думаю, это была самая быстрая машина. Так как она последняя на сегодня. И последняя среди легковых авторов. Не, ну это однозначно лайк. 180 километров в час мы достигли предела. И удар босс страшнейший. Так, и мы улетаем вообще в воду. Как мы и хотели. Так, Волга улетает вниз. Все, мы ее утопили полностью. Но сейчас ее верну на площадку. И посмотрим, что с ней произошло. Так, и вот такие вот смешные повреждения для 180 километров в час. При условии том, что она прошибла бетонное ограждение и улетела в воду. А повреждений совсем не было. Так, это видео набирает 30 лайков. И выходит краш-тест грузовиков, полуприцепов. То видео набрало уже 70 лайков. Огромное вам спасибо за это. Ставьте лайки под этим видео тоже. Первую часть обязательно посмотрите. Она не менее интересна. Так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте кококольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok